Горы это стихия, где можно быть самим собой и не стесняться собственных возможностей и желаний, считает мой сегодняшний герой, выдающийся альпинист. Это телепроект Человек в городе. Знакомьтесь, Денис Урубко. Несколько лет назад лично я не могла и представить, что когда-нибудь познакомлюсь с самим снежным барсом. Это не официальный титул моего героя. Официальных и вовсе целый список. Денис Урубко – первый горновосходитель из СНГ, покоривший за 9 лет все 14 восьмитысячников мира, причем без применения кислорода. Альпинизм – это вообще, есть такое выражение, это идеальное сочетание неприятного с бесполезным. И реально, то есть вот мы лезем на вершину ни для чего, просто так. С точки зрения нормального человека у меня нет работы, я бомж, у меня ничего нет, кроме вот компьютера, с которого я сейчас вам файлы копировал. Только не стоит думать, что он хотел бы стать серым клерком с ежемесячной зарплатой. Альпинизм и есть его работа. Она его и кормит, и вдохновляет, и учит. И чем выше гора, тем дороже стоит на нее подняться. И касается это не только денег. Вот мы ездили на Кончатангу, заплатили каждый по 8 тысяч долларов. И это, ну, за эти деньги две машины можно купить там здесь, ну, порезвиться. В горы за любовью, скажет он в одном из интервью, где еще как ни на грани силы возможностей понять свою подлинную суть. Это что-то вроде шахматной партии, где ты игрок и пешка одновременно. Я нашел своего бога. И этому богу уже потом пришлось приносить много жертв. По словам Дениса, альпинизм поначалу был приключением, как что-то новое и незнакомое. Затем начинаешь к этому относиться с глубоким трепетом и наслаждением. Это как попробовать дорогое марочное вино или оценить вкус редкого продукта. Потом идет экстрим, превращающийся в спорт. И когда победы следуют одна за другой, уже инстинктивно поднимаешь планку своих возможностей выше. Настоящее искусство, вот картина, она берет за душу, когда это вершина. Вот она есть, вот что-то в ней вот есть, цепляет. Как художники или музыканты, он тоже по нескольку лет вынашивает очередную идею. С годами, говорит Денис, ценности меняются. И сегодня загнать его на тот же турник может маленький пальчик этой крохи. Папа, надо! Она очень красивая, она очень добрая, она умеет разбираться в жизни уже. Она знает, что ей нужно, как использовать папу в своих целях. А папа вместо сказок на ночь расскажет маленькой Саше о своих приключениях. До колледжа хватит точно. На каких только вершинах не встречал рассветы и закаты. И вот в этом году мы совершили красивое очень восхождение в Непале на вершину Канчинжанга с моими друзьями из Подмосковья. Артем Браун, Дима Синев. Мы поехали просто вот, просто так, сами заплатили деньги, большие деньги. Вот так, по меркам. В альпинизме не бывает простых восхождений. Абсолютно все, от снаряжения до товарищей, должно быть выверено и готово к любым условиям. И там, наедине со своими мыслями, наверное, острее переживаешь гибель друзей и переоцениваешь свою роль в жизни близких тебе людей. Наелся вот своего адреналина, грубо говоря. И мне пора уже с этим завязывать. Я, знаете, тоже еще понимаю мозгами, что человек же он стареет. Я уже 40 лет мне, и я не тот, что был 10 лет назад. Когда он решил уехать из Казахстана, поклонники просто взорвали блоги. Как же так? Страна не держит своих героев. В России, чтобы выпустить очередную книгу, а у Дениса их много, он сам вынужден идти, просить, редактировать и уговаривать. На Западе все наоборот. Его зовут. Вот книга «Прогулка самурая». Она посвящена вообще моему очень замечательному другу Сергею Самойлову. Такой недооцененный, можно сказать, альпинист. Личность очень сильная. Он мне очень сильно помогал. Он и в журналистику пошел именно потому, что много и очень неплохо писал. Это хорошая школа, но сидя в кожаном кресле, недолго и исписаться. Восхождение снабжают темами, а писательский талант дает возможность еще раз пережить незабываемые впечатления. Иногда бывает так, что там вечером сел за компьютер, начал работать, а трах-бах, утро настало, я такой весь вот взлохмаченный, у меня как что-то получилось написать. Я прожил эту ночь там вот так необычно, заново все эти приключения. Любовь к литературе – это еще и с детства. Тогда было модно иметь в доме целые стеллажи книг. Я очень много читал под одеялом ночью, мама мне не давала читать, ругала, ну потому что утром в школу идти, а я с фонариком, потому что не мог бросить вот там кульминацию какого-то произведения. А вот тягу к покорению горных вершин первым разглядел папа. Он, как сугубо практичный человек, так и не понял, почему сын добровольно готов терпеть минусовые температуры и рисковать здоровьем. Так смотрел на меня, говорит, боюсь, увлечешься ты альпинизмом, меня мать со света сживет. Я тоже сам у себя крутил пальцем виском, говорил, да нет, батя, ты завязывай альпинизм, это вообще не мое. Денис Урубко – один из тех, кто не зацикливается на чем-то одном. Он закончил музыкальную школу, получил несколько образований и даже работал актером. Но понял, что проводить большую часть времени под чужими личинами не так интересно, как раскрывать свое «я». Я сейчас вот тоже назад смотрю сейчас и понимаю, вот эти вот точки, они стали опорой для моего моста дальнейшего пути в жизни. Потому что Казахстан, Италия, восьмитысячники, новые маршруты. Если читать внимательно его собственные произведения, то горы в них только леет мотив. А сами книги о любви, о ненависти, спортивных интригах, амбициях и необъяснимых, почти мистических случаях. С Борисом Дедешко, с моим другом из Казахстана пролезли сложный маршрут на пик Пржевальского. Спускаемся, такая экстремально сложная ночевка тоже на там узком-узком гребне. Утром просыпаемся от рева тибетских буддистских трупов. Вот они, такой вот, как в монастырях. Просто страшно даже из палатки выглянуть. потом и звук этот прекратился минут там через пять-десять а еще был такой случай я когда лес а в одиночку соло на вершину уход за гора гора в очень высокая в непале лес сложный скальный маршрут и в одном месте там нет я заменжевался куда у него тут вот очень рискованно скользко там и слышу голос у меня есть дочь еще одна в казахстане у меня там трое детей два сына и дочь и его дочки очень сильно люблю ну понятно что я идите не сыновей люблю но дочка это что-то родное мы наверное для мужчины более родной и я слышу ее голос он говорит папа туда не ходи вернись спустись вот там есть где обойти это место пройди там я говорю да конечно дорогая сейчас все сделаю что такое поддержка близких он знает хорошо его детство прошло в невинном иске где куда не глянь выгорающая степь к десяти годам денис серьезно заболел аллергической астмой врачи посоветовали родителям срочно поменять климат так они оказались на сахалине то есть родители вот все положили всю жизнь ради то есть закопали себя как сейчас принято в тайге принято говорить и из-за этого я сохранил здоровье и потом вот даже совершал сложные высотное восхождение в горах гималай и каракаруми и конечно денис не думал что именно в провинциальной рязани найдет самую высокую вершину возможность любить и быть любимым сегодня его вселенная помещается в этих маленьких ладошках какая-то глубинка где-то это рязань непонятно то есть я читал конечно знал что где-то она находится я сюда приезжал как совершенно дикий для себя район love story такие моменты становятся много позже говорит мой герой а началось все с банального приглашения компании для которой он тестировал снаряжение на встрече оказалось и будущее супруга она потом рассказал говорят и сказали приедет какой-то стартер рассказывает каких-то слайды показать о горах она просто предложила посмотреть рязанский кремль он просто вежливо отказался сославшись на ранний вылет в непал я рискну попросить телефон она мне отдала свой номер телефона а потом я и написал одну эсэмэску вторую а потом выяснилось ну в общем я уже уехал в непал там оттуда писал что какой какой непал прекрасный как тут горы красивые он привык покорять недоступные другим вершины и рискнул пригласить девушку в казахстан именно там и разгорелся бурный роман благодаря которому легендарный альпинист осел в рязани я честно себя спрашиваю хотел бы ты изменить там что-то или вернуться прожить заново нет я четко знаю что именно вот так я бы поступил я не жалею ни о чем и вообще жизнь это шанс к действию можно ничего не делать но есть шанс почему его не используют надо действовать и получится очень много интересных